Здравствуйте, меня зовут Михаил Копытов, я гипнолог, автор книги «Самогипноз и активное самовнушение». И сегодня мы с вами поговорим о том, почему у некоторых, особенно у новичков, могут возникать дискомфортные переживания во время занятий самогипнозом, медитацией. Это может быть головокружение, головные боли легкие, у кого-то это может быть ощущение мурашек, у кого-то это может быть чувство ломоты в суставах, в мышцах, у кого-то это могут быть слезы, может быть, дискомфортные ощущения в грудной клетке, в горле в виде кома, тяжести и так далее. Как правило, такие переживания возникают, если у человека есть проблемы со здоровьем, если накопились какие-то стрессы, эмоциональные переживания, нерешенные задачи. Почему это происходит? Дело в том, что в обыденной жизни люди учатся игнорировать многие сигналы своего тела, своей психики. Могут часами сидеть перед компьютером и не замечать, что происходит с их глазами. Могут целый день не кушать, игнорировать чувство голода, а под вечер наедаясь до отвалом, из-за этого страдая от избыточного веса, от гастрита, от язв и так далее. Многие вещи люди просто не замечают, могут целыми днями сидеть в неудобном кресле, за стулом, а затем переживать болевых переживаний в позвоночнике, в шее. И мы многое, к сожалению, не замечаем. И в состоянии медитации как раз открываются те сигналы, которые мы почему-то ранее осознанно или неосознанно игнорировали. Тело, наша психика начинает сигнализировать, что что-то не так, что-то не то происходит. И медитация здесь абсолютно ни при чем. Это те проблемы, которые уже накопились. И, как правило, появление этих сигналов говорит о том, что запускаются те самые механизмы саморегуляции, самонастройки. Что это значит? Допустим, в состоянии медитации, самогипноза, если давление было повышено, оно несколько снижается. Если было понижено, несколько повышается. Все приходит к некому оптиму, к норме. Но в процессе этих изменений, как правило, человек чувствует себя дискомфортно. Нечто подобное происходит, когда мы ходим на массаж, на физиопроцедуру. Наверняка, кто посещал эти мероприятия, замечал, что после сеанса может также кружиться голова, могут возникать ощущения ватной руки, ноги и многое другое. Так что относительность к этим сигналам позитивна. Это хорошо, что-то меняется. Как правило, если проблемы не столь значительные, то дискомфортные переживания уходят через некоторое время. У кого-то это через неделю, у кого-то, может быть, через три недели. Но, как ни странно, со временем все нормализуется. Чтобы улучшить, так сказать, свое самочувствие после занятий или в процессе, можно просто давать себе следующее внушение. По возвращению чувства себя свежим, бодрым, отдохнувшим. Голова ясная, свежая, настроение приподнятое, отличное, самочувствие хорошее, бодрое. Пользуйтесь этими советами. И, кстати, если у вас будут еще вопросы, то пишите, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока и до новых встреч. С вами был Михаил Копытов. С вами был Игорь Негода.